что все же до диски с записью сегодняшнего семинара можно будет получить купить вернее завтра с самого утра здесь вообще-то то на кого вы говорите в этой комнате присутствуют так нехило но чуть-чуть да можно задать вопрос а как 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 успеешь записать спрошу все налажено производство так как вы слышите голос у меня окончательно сел поэтому говорить я буду ох мать очень смешно и недолго поэтому сейчас я буду спрашивать вас о ваших озарениях и пониманиях кроме маленькой темы хорошо поднялся вопрос того что насчет силы через силу о чем это говорит а ты закрываешься открываешься вот этот момент у вас есть выбор закрыться или открыться и хорошо вот вы видите что вы закрываетесь да очень четко видите я закрываю себе я закрыт уже давно или так безнадежно закрыт что можно даже не начинать и я не верю что я могу открыться потому что я все время захлопываюсь как только что-то происходит через силу нету смысла этого делать поскольку представьте что вы не хотите выходить из комнаты до например ну у вас паника и вас будут вытаскивать какая у вас будет реакция радость легкость и счастье на очень все как эти кошки до четырьмя ногами и кричать в дверной проем не поэтому через силу вы просто создадите себе внутреннее сопротивление потом забьете на это все и так есть очень важный момент через понимание у меня это работает через понимание я вижу да я закрываюсь хорошо тогда я спрашиваю себя что я чувствую когда я закрываюсь во первых какая у меня выгода когда я закрываюсь а у меня всегда есть выгода если закрывается и она очень капитальная не туда естественно это езжу понятно то психологические все штуки это понятно выгода в чувствах и эмоциях спасибо за вопрос уточняющий выгода в чувствах и эмоциях например если я закрываюсь от близости то у меня выгода какая ну давайте от не во первых мне не нужно искренне выражать глубину своих чувств к тому человеку которому я их ощущаю да или не ощущаю то есть мне не надо врать да получается мне не нужно врать это большая выгода не врать например это капитально то всем я могу сказать человеку это и обидеть его да то есть я буду знать как это бывает вернее я предполагаю что когда я скажу что я ничего не чувствую то а помним я предполагаю я еще не знаю какая будет реакция я предполагаю что человек выберет эмоцию и там реакцию обидится он выберет боль он выберет не понять себя уйти в боль и закрыться предполагая такую реакцию я не говорю прямо о том что я ничего не чувствую и когда я дистанцируюсь от близости закрываюсь от близости мне не надо этого говорить я вообще могу просто молчать уходить от темы например да тоже очень хорошо работает я просто не говорю до тех пор пока до человека вдруг какой-то момент не дойдет и он там воскликнет и скажет да блин ты наверно просто ко мне ничего не чувствуешь а вы сидите и таки ну я здесь тоже конечно можно вообще так наворотить типа нет 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 как же я а может давай сходим в кино начинается снова то есть даже если у меня есть это выгода например не врать искренность это ключ если я нахожусь в зеркальной комнате и у меня сама обман я не хочу увидеть что я боюсь увидеть в другом человеке выбор боли обиды на мою искренность то есть кто бы из вас хотел чтобы человек которому вы что-то испытываете парикидывался что он испытывает к вам то же самое или просто уходил от ответа вместо того чтобы просто сказать понимаешь я реально ничего к тебе не чувствую и на этом моменте закончить они продолжать некий театр который приводит вас к постоянному ощущение этого зуда что-то не так потому что когда чувствую что-то ведешь себя соответственно если человек что-то чувствует это выражается у него в действиях словах под поскольку чувства насыщают очень сильно и вас переполняет а когда вас переполняет ну вот например да вот так вот сеть когда переполняю чувства не получится у меня торжества просто не знаю там уши торчком а так в этом-то и фишка то есть когда вас переполняет чувства это проявляется в действиях и и здесь даже если я боюсь что любимыми человек или близкие или даже если не любимый не близкий просто человек другой выберет реакцию боли и обиды вместо понимания именно поэтому я прямо не говорю нахожу всякие такие обходные пути а мы умеем найти эти обходные пути в том чтобы задолбать близкого человека до такой степени что он сам все звучит встанет и уйдет да но этим проблема не решится потому что закрытие от близости выбор не искренности и сама обман потому что я этого не чувствую а сказать об этом прямо не могу я выбираю молчать и просто довести человека до этого выбора со самого до перенести ответственность за это решение на другого человека это же никуда не девается то есть не было решена ситуация вашим выбором вашей ответственностью вашей искренностью и даже если любимый человек послал вас на три буквы искал да иди ты со своим отношением вы заходите в новые взаимоотношения и ситуация повторяется потому что само ядро не было решено был перенос ответственности не было принято ответственность за то что легче было нанести такой вред другому человеку до психологической эмоциональной чтобы он сам уже воскликнул там бросил все разрушил и сам ушел хотя я это все начинаю делать чтобы человек сам не выбрал боль и поэтому я наношу ему боль до такой степени чтобы он просто сам убежал от меня где же логика то есть я закрываюсь от близости только потому что я предполагаю что близкий человек выберет боль я не говорю прямо о том что я ничего не чувствую но я начинаю причинять этому человеку боль чтобы он сам стал и ушел все понял и ушел так больше причиняете вы сами получается там вы предполагаете вы еще не знаете будет ли такая реакция а здесь очень четко при этом переносе ответственности делаете это так вот даже если отношения разрушатся ситуация будет повторяться потому что перенос ответственности за искренность за то чтобы искренно сказать я ничего не чувствую или я чувствую вот это они чувствую вот этого да или наоборот я вот это все чувствую а вот нифига не чувствую и сам момент про то что силой воли до взять и раскрыть себя и сказать если будет через просто через силу то это просто гайки называется я не хочу этого делать да но я себя заставляю и меня уже начинается агрессия потому что я себе заставляю это усилие это капитальные усилия то есть я подхожу и уже начинаю видеть причину всех своих недовольств в этом человеке я говорю понимаешь я ничего к тебе не чувствую это я через силу воли пытаюсь выразить то что я искренне чувствую но внутри я же не с агрессией это чувствую у меня просто внутри спокойствие я четко понимаю ну не чувствую но когда я через силу пытаюсь это искренне сказать получается пародия очень страшно для меня намного проще через понимание да вот это вот выгода найти выгоду что я не увижу как другой человек выберет болевую реакцию и откажется понять себя но это здравствуйте наташа я боюсь что вместо того чтобы понять себя ты выберешь болевую реакцию да то есть вот эта выгода она к зеркалу вспоминаем когда это вместо того чтобы понять себя я выбираю болевую реакцию да и же много на каждом шагу понимать эти вот закрытия помогают такие вещи как умение распознавать чувства и эмоции умение распознавать собственное состояние часто спрашиваю себя что я чувствую ничего вы все время что-то ощущаете проживать даже камни чувствуют что-то когда вы говорите ничего или хорошо и ровно или спокойно спросите себя как это ничего ощущается как это ровно хорошо спокойно ощущается попробуйте описать это метафорой да если но при практике да там нужно описать температуру цвет звук вес используйте то что вам удобно например да если вы с этим работаете используйте те инструменты которые для вас более быстро прямо и глубоко работают то есть те инструменты которые я описываю они не обязательно должны все применяться в одной этой системе это просто разные кисточки берите те которые на вас работают комбинируйте подгонять и адаптировать это под себя пишите как получается мне тоже интересно вот то есть творите и в этом моменте очень важно распознавать чувства эмоции не как это ничего ощущается ну как ну как будто туман как этот туман ощущается но такой например там затхлый как будто и тут начинается воспоминание как будто вот я в комнате о это же мне было там 7 лет когда я была то есть по этому моменту описание можно прийти к воспоминанию потому что ничего ровно нормально все хорошо так говоришь когда не хочешь распознавать какая там боль вот и все поскольку если что-то бесит далее ты спрашиваешь себя что я чувствую то меня блин бесит все совсем просто да тут нету никакого ничего тут есть бесит все нормально там или я чувствую грусть а какая это грусть светлая или тяжелая с какой примесью грустно например не знаю я вот как бы грущу и при этом как бы еще и мечтаю а когда мечтаю с одной стороны радуйся потом у меня такая боль сильная и вы начинаете углубляться самих себя чтобы распознавать что вы чувствуете ваше тело живое когда бесит у это очень просто когда бесит это указатель на запреты когда вас что-либо бесит это указатель на то что вы запрещаете себе то что вас бесит на вы себе это запрещать Italia ну например есть сейчас то есть когда вас бесит это вас бесит то что вы себе запрещаете тогда нужно спрашивать себя во первых что я себе запрещаю во вторых почему я себе запрещая в третье как это ощущается когда я себе когда я себе запрещаю это как это ощущается потому что бывает запрещаешь себе выражать недовольство и очень этим гордишься например нет я не говорю за вас я пример привожу алгоритма как например может быть что если спросить себя что я запрещаю почему я запрещаю то есть представить вот то что меня бесит меня бесят например люди которые просто могут прямо сказать что им не нравится это просто например то есть если меня это бесит я запрещаю себе выражать прямо что он мне не нравится окей почему а хрен его знает почему да нет обычно просто грязность кто-то фиг его знает и я тебя прошу ну это кто знаю да сейчас так я запрещаю себе выражать прямо недовольство почему если не получается найти ответ на момент почему можно переформулировать что страшного произойдет если я выражу недовольство что самое ужасное произойдет если я сделаю то что я запрещаю если я сама сделаю то что меня бесит что самого ужасного в моей жизни произойдет если я сделаю то что меня бесит в других людях то что я себе запрещаю А, например, произойдет это и вот это. Так вот момент, к которому я вернусь, спрашивать себя, что вы ощущаете, что вы чувствуете, распознавать, что вы чувствуете, когда вы себе это запрещаете. Потому что в других это бесит, это понятно. Но когда себе запрещаешь и хочешь быть очень хорошим, кыш, ну как же, я реально горжусь тем, что я прямо не выражаю недовольства. Это же как-то, это добродетель, я не оскорбляю человека, я не наношу ему вред, да, я как бы отношусь к нему с заботой и уважением. Вот даже до такого можно дойти. И тут уже просто не понимаешь, да, ставишь себя на место этого человека, а хотел бы ты так, чтобы к тебе прямо не выражали недовольства. То есть ты живешь, и вроде как все хорошо, все отлично, все прекрасно, а через полгода ты узнаешь, что есть вторая сторона монеты. Все время была жопа, бесила, ты раздражал человека, он тебя ненавидел, он к тебе испытывал отвращение, но он этого всего не выражал. Тогда, конечно, другой вопрос, а почему это не чувствовалось? Почему не было алармы к тому, что человек выражает только одну часть, один спектр состояний? А где второй? Это же не матрешка, чтобы выражать только один спектр состояний, а где нормальное человеческое раздражение, да? А где злость, а где усталость, а где грусть? Ну, мы же не матрешки, да, у нас есть целый спектр эмоций, он выражается, и это нормально. Так вот, можно найти, что я этим горжусь. Важный аспект работы с собой. Мы говорили до этого, искренность – это ключ. Так вот, предельная искренность, смотрите внутрь себя и распознаете, что я чувствую. Знаете, это у меня как естественное состояние становится, поскольку можно, конечно, обращаться к этому инструменту только тогда, когда жопна. Есть проблема, реши ее, сейчас я буду распознавать, что я чувствую. Это как наслаждаться картиной, живописью, красотой. Это как наслаждаться красотой только тогда, когда приходишь в музей, да, и смотришь на вывешенные картины. Когда выходишь на улицу, опция наслаждаться и распознавать красоту выключается. И получается в музее охренительно классно, на улице какая-то полужога. И здесь так же самое. Это естественная способность распознавать глубинно, что вы ощущаете. То есть это связь, это очень глубинная близость, это очень глубинная связь между вами как сознанием и вами как телом. Это невероятная близость, когда тело открывает вам целый спектр оттенков, что оно чувствует. И вы хотите это слышать не для того, чтобы избавиться от того, что вы чувствуете, а чтобы понять, а почему вы это чувствуете, а о чем это говорит, какое здесь сообщение для вас и чему вас это учит, как это вообще можно применить в своей жизни. То есть очень важный момент – хотеть слышать свое тело. И слышать не для того, чтобы исправить. Помнишь, я говорила, спросить себя, что-то чувствуешь, когда ты запрещаешь себе это? Сейчас, подожди. Я себя даже не запрещаю, я не тупил по жизни просто. Если бы ты не тупил по жизни, то тебя бы не бесили такие люди. А они время моё жру, поэтому меня бесит. Мне жалко, мне жалко время, не потому что они тупые. То есть если он тупит себе тихонько, и надевает мои временные рамки, то ради бога. Сформулирую, просто сформулирую четко, что тебя бесит, когда тупит или когда твое время забирают. Когда я трачу время на объяснение с моей точки зрения элементарных вещей. Можешь сузить это до очень короткого предложения, пожалуйста. Жалко времени. Жалко времени. Теперь смотри, где ты запрещаешь себе зря тратить время. Нигде, раздолбай. Что значит раздолбай? Ты не раздолбай, сомневаюсь, что ты раздолбай. Да, он горит, не подвиживайся. Твои друзья, да? У тебя со стороны лучше видят. Слепое пятно, тема прекрасна, что ты сам не видишь, где ты это делаешь. Я папе говорила, выпиши 50 пунктов. Антон говорит, зачем 50? Вот я выпишу там, не знаю, 10. Я не хочу 50. Я говорю, здесь в этом фишка, что 50. Ладно, кто осознанный, того ставит на первых 10. Да, великолепно, все классно. Но может не ставить. Там маркер то, что вы начинаете видеть, что вы это каждый день делаете. Каждый день. В практически каждом действии. Вы говорите, меня это бесит. Меня бесит, что люди... Отстань руку, поднимаешь. Бесит, что люди отнимают твое время зазря, да? То есть, предположим, что... Ну, это нужна твоя фразировка, это была моя фразировка зазря. А как ты сказал? Тебе жалко времени. Вот. Подожди, тебя бесит что? Это жалко времени. Мне нужно короткое предложение. Меня бесит. Меня Мишу бесит. Когда снимают свое время на разжевывание зазря. Как сейчас, да? Например, да. Это называется слепое пятно. Мне нормально. Мне это нормально. Это называется слепое пятно. Ты сам на месте того, кто тебя бесит. Да, я поэтому сейчас институт, я понимаю. Так вот, это называется, вот это есть слепое пятно. Человек говорит, а еще я тебе спрашиваю, ну, объясни мне, ну, я не понимаю. Но зато бесят люди, которые вот так вот отнимают твое время, чтобы ты разжевал им, да? И тогда смотришь, где ты так сам делаешь, где ты забираешь чужое время, чтобы тебе разжевали информации, хотя ты можешь ее реально получить нормально, просто путем, быстренько, да? И все сам может быть так. Может, где-то ты можешь это сделать сам, где-то там у кого-то спросить, очень четко получить информацию, пойти и применять. Ну, ты говоришь, ну, объясни мне там, ну, это вот, это, это, это ты. Хорошо, это называется слепое пятно, потому что если бесит, значит, ты сам это делаешь, но только вопрос, как именно это проявляется. Самое важное, это здесь фраза, потому что эта фраза, она маркер. Тебе необходимо смотреть именно, то есть ты говоришь, бесит, когда отнимают твое время, чтобы разжевать информацию. То есть я запрещаю себе, вот, по сути, я буду себя презирать, если я буду тратить чужое время, чтобы у меня разжевали информацию, которую я сам могу понять, да? И тогда нужно найти эти моменты. Реально, их нужно найти. То есть мой папа сел, там, за первые 6 часов, он какие-то там 15 или 21 пункт написал, он говорит, это так сложно находить эти моменты. Я ему говорю, 50, вечером там 36. На следующий год я прихожу, он там уже 62, он говорит, я вижу это везде. То есть вначале нормально, люди никто не видят, потому что в том и работает слепое пятно, что ты не видишь. А, вторая, подожди. Да, именно конкретику, конечно, ничего. Все должно быть детально и очень четко, очень коротко, просто четко и детально. Второе свойство слепого пятна, это то, что сначала, вот ты говоришь, меня бесят вот эти вот люди. И сначала такая ситуация. Потом, когда долго-то продолжается, и ты отказываешься понимать, происходит, короче, ты на месте этого человека становишься, вот как сейчас, да? И когда ты и здесь не понимаешь долгое время, опять ситуация меняется. Эта рокировка происходит до тех пор, пока до тебя не дойдет. Смотри внутрь себя, наконец-то услышь то, что ты не хочешь слышать. Посмотри и увидь то, что ты отказываешься видеть. Да, ты, например, можешь увидеть, что ты презираешь себя каким-то слабым, тупым или еще что-то. Ты можешь вспомнить ситуацию в детстве, где ты такой был, и тебе это не нравится, ты не хочешь снова попадать в эту ситуацию, и не хочешь проживать какие-то чувства и эмоции. Мы в какие-то ситуации не хотим попадать, только потому, что мы не хотим проживать определенный спектр чувств и эмоций. Все очень просто. Мы либо бегаем за чувствами и эмоциями, либо мы бегаем от них. И по сути наша жизнь, если мы себя не слышим, если мы со своим телом в разрыве и не хотим его слышать и понимать, тогда так, мы создаем реальность либо чтобы получать определенные чувства и эмоции, либо чтобы от них убегать. То есть это... В общем, и вот такой бег... Жизнь очень насыщенная, понимаете, да? То есть это было смешно. Мне по кайфу. Много эмоций и чувств. А главное, в этом беге всегда будет много осознаваний. Но главное только не это. Почему я бегаю, вместо того, чтобы встать, спросить свое тело, если я не знаю, какое у меня предназначение, если я не понимаю, какая у меня мечта, если я нифига этого не чувствую. Хорошо, у меня есть тело, есть мироздание. Тело знает, какое мое предназначение и куда мне идти. Мироздание меня ведет постоянно, куда мне необходимо идти. Каждый кусочек реальности направлен на то, чтобы я поняла, прочитала эти сообщения и начала их применять. Тогда все, что необходимо, это стать внимательным. наблюдательным. Четко выцеплять. Это не параноидальное. Я услышала по радио вот это, а здесь вот в маршрутке мужчина сказал вот это, поэтому я пошла и сделала вот это. И теперь как это жопа в жизни, Наташа, что-то не то. Не до такой степени. Мы включаем осознанность. Без осознанности никуда. Осознанность я перечисляла в начале этого семинара. Почему? Какие следствия? Чему меня это учит? Как это применять в жизни? Какую выгоду я получаю? От каких чувств я убегаю? Какие чувства я хочу получить? И вот здесь вот у меня есть моя ответственность. Если я вижу, да, что я бегаю, вот как я до этого показала, такой томи Джерри туда-сюда, тогда я могу начать спрашивать свое тело. Пожалуйста, дай мне почувствовать эту внутреннюю тягу к моему предназначению. Что я выбрала реализовать в этой жизни? Зачем я сюда пришла? С какой целью я здесь? Тело всегда ответит. Однако тут такой момент. Если вы не хотите кардинально менять свою жизнь, вы не будете способны слышать, что говорит вам ваше тело. Это, когда задаешь вопрос, да, например, какой сегодня, а, вот вам в среду в 4 часа дня надо было быть на встрече, на очень важной встрече. Вы просыпаетесь такие, ой, какой сегодня день недели? Среда. Не-не-не-не-не, сегодня не среда. А сколько, который час? 5 часов вечера. Ой, нет, точно не среда, не 5 часов вечера. Вот. Или это вообще не я? Да, это вообще не я и корова не моя. Гениально. То есть, если вы не хотите нести ответственность за то, что вы проживаете, за то, что вы выбираете прожить, если вы не хотите тотально проживать то, что вы выбираете, вы бегаете, у вас куча зеркал в виде самообманов, компромиссов, вы все время разговариваете сами с собой. То есть, вы создаете тоннели реальности, чтобы тупо наконец-то поговорить с собой. Вы понимаете, вы поговорить с собой можете и вот так, а реально создавать, чтобы творить, чтобы эту красоту выражать. а можно вот так, а, как это, 10 лет, 10 лет все это делать, там, не знаю, там, семья, дети, работа, путешествия, там, не знаю, там, статус, чтобы, чтобы наконец-то на 5 минут подойти к зеркалу искать, я тебя, сука, ненавижу, а потом пойти дальше и не понять, что это я сам с тобой разговаривал все время. До такой степени мы бывает не хотим себя слышать, не хотим себя понимать, просто не хотим признаваться в собственном лицемерии, в собственном самообмане, что легче просто бегать, 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 бегать дальше и назвать это нормальной жизнью, стабильной, хорошей, кое-какой жизнью, очень даже счастливой и теплой, и уютной. Но внутри у вас будет зуд, зуд, который будет вам все время, каждое утро напоминать, что-то не так, что-то очень кардинально не так, и это будет везде. Так вот, вы можете спросить у своего тела, и тело даст вам проживание этой тяги, либо во сне, либо будет ситуация, которая удаст нам мироздание, и вы увидите что-то, и у вас прямо родится огонь изнутри, и вы подумаете, да ладно, я так не умею, ну как я могу этого хотеть, да как у меня может родиться тяга туда, если идет, и здесь отлично, да, великолепно. Вы задаете вопрос, вы испытываете тягу, тело показывает, вот тебе туда, а ты говоришь, нет. Дай-ка я еще раз задам вопрос. Что? Короче, когда вы не хотите слышать свой ответ, вы будете просто снова и снова задавать вопросы, снова и снова получать тот же ответ, пока до вас не дойдет. по поводу открывания, если бы следовал, ты говоришь, открывание через понимание. Да, через... Получается, ситуация, вот тот пример, который я приводил, по поводу искренности, например, человек вот увидел, что он не искренен каким-то, ну там, с любимым человеком, вот, он это увидел, но менять не хочет, то есть проще не менять, да, вот, то есть, с одной стороны, он вроде как понимает, а с другой стороны, что он понимает? Понимает, как он себя ведет. А он не понимает, значит, следствий. Следствия он понимает, о ком говорится, о себе. То есть, в принципе, может быть, человек даже внутри это там, проговорит себе, что да, там вот, выгоды там такие-то, там, то есть, если я буду искренен, это будет там то-то-то-то, вот, но просто проще, гораздо действовать так, как он действовал раньше. Это значит просто одно, человек на данный момент не готов принять ответственность за те следствия, которые будут при таком выборе. То есть, он сознательно идет проживать эту жопу. Может быть, так и надо было ему, может быть, он так хотел, да, например, а может, он просто не готов. Не забывайте, что мироздание и вселенная никуда не деваются. И если вы понимаете, вы видите, что ваш друг, например, он не хочет понимать, то, что вы и так уже видите, да, после этих семинаров, вы смотрите на друга и думаете, боже, дорогой, в какой же ты жопе, как же тебе помочь? Вы подходите и начинаете ему пытаться объяснить, типа, ну, понимаешь, что ты чувствуешь? Ну, скажи мне, что ты чувствуешь, да? Послушай себя, что ты говоришь, да? Это очень важно, это очень важно. Понимаете, не вычеркивайте вселенную, хорошо, вы хотите другу счастья, так прямо и говорите, я вижу, что у тебя жопа в жизни, я был на семинаре, теперь я вижу твою жопу, она не оставляет меня в парковке. То есть я не могу равнодушно наблюдать, как ты себя разрушаешь. Знаете, с этим уже можно подойти к зеркалу и поставить сначала свое имя, а что это вы не можете просто уважать чужой выбор? Почему вам нужно другого человека сделать счастливым, если сам он этого не выбирает? Почему вы вычеркиваете вселенную и мироздание, которые снова и снова дают этому человеку, вашему другу, возможность понять себя даже в вашем лице, если он выбирает отказом, а вас это каким-то образом задевает, и вы не можете спать ночью, думаете, Мойша, Мойша, что же такое? Заставив сначала свое имя, подходим к зеркалу также эмоционально, объясняем, какой ты идиот, почему ты не слышишь, но неужели ты не видишь, как ты не понимаешь к себе это все? Я не ответила на твой вопрос, да? Ну, да, более-менее. А как реагирует если человеку причиняет другой человек физическую боль? Там, мой. Надо, просто, там, там, что значит, как реагировать? А как ты... что значит, как реагировать? У меня от меня сразу же телесно тоже прочувствую физическую боль, как бы в себе и начинаю там вступаться за человека, который... или не надо вступаться? А что ты меня спрашиваешь? Это тебе решать надо, или не надо? Это точно не мне решать. ты легко и делаешь, там это больно. Лучше на английской стране. Можно, например, приведу один. Безопасен. Что значит помощь? Сидаша. Ау. Мне приведу один на счет помощи. Давай. У меня есть знакомая, скажем, женщина. У нее сын наркоман. Я ей говорю, то есть, блин, ограничен был по финансам. Ну, то есть, женщина достаточно успешная, скажем так, да? Пускай живет на самом обеспечении. То есть, я вот вижу, что ей больно. Хотел ей помочь? Она говорит, да, она все хорошо, но я не могу это сделать. Я говорю, ну все, тогда до свидания. Я тебе предложил полностью выбор. Попробуй сделать. Будет результат. Она говорит, я не могу, не ужалко. Ну, дальше продолжай жалеть, он будет родиться. Все, выбор за ними. Да, конечно. Я помощь предложил, она отказалась. Это очень невероятно. Мне нравится, что тебе она и силы. У меня брата конкретно забирали в лице и учебка, он хоть и был бы алкоголик, он и славь был всеезвучайно порядочный. На остановке в городсовет били женщину, мужчина и били женщину. Мужку. Он вступился, дал руку в дырю, и они вдвоем начали кидаться на него. Она говорит, что ты уйдешь моего мужа? Это вполне реально. И вступился. Также у меня знакомый, моих родителей знакомый, отсидел 7 лет, спас девушку от насилия. Но на суде она показала, что он был с ними. Человек сидел за изнасилованием, от которого защищен. Какой результат? Думаю, не надо, что делать. Вы знаете, спросите, а по какому помогу брака? Вы не ждали вам помощь? Да, вот это вот прекрасно. Помощь вообще нужна, да? Не надо, мы с тебя справимся. Мы можем отвлечь как раз. Ага, очень. Дайте, а у меня уже была такая ситуация, как раз я просто банально подошел с улыбкой так, спросил, говорит, кому помочь из вас. Они остановились, на меня посмотрели, друг на друга посмотрели и пожалели. Ваши. Вот и гениально. Я тебе уже помогу. Вот, видите, это... Ну, смотрите, это же очень просто. Когда вы видите, что чужая боль вызывает у вас желание защитить, все отлично, все прекрасно, все великолепно, вы только подойдите и спросите, а это надо, это уместно. А то сразу хочется броситься в бой и сделать то, что нужно сделать по отношению к себе. Но здесь более реальная ситуация и спрашивать не надо. Да, причинить счастье и нанести добро, а потом этим гордиться. Это очень-очень такой распространенный момент в том, что особенно чувствующие люди или видящие, я раньше очень сильно с этим сталкивалась, они говорят, а зачем я буду спрашивать, я же и так чувствую. Но это у меня раньше вообще не было никакого ответа. То есть, ну, хорошо, отлично, то есть, если я сейчас что-то почувствую, пойду и что-то с тобой сделаю, я скажу, а что я должна была тебя спрашивать, я же чувствую, да, вот я себе доверяю, поэтому я с тобой это делаю. то есть, если вы что-то чувствуете и вы себе доверяете, это сфера я и мое тело, и вот там я чувствую, я себе доверяю, я могу делать сама собой, типа все, что хочу, да, но если это касается другого человека, врубается уважение, элементарное уважение, потому что, если я переступлю границу свободы воли, и, во-первых, я не буду коммуницировать и не спрошу, тебе это надо? Ты скажешь, нет, не надо, и ты понимаешь, окей, ты можешь уйти или спросить, а что происходит, да, что ты чувствуешь? То есть, если вам говорят, ваша помощь не нужна, это не всегда значит, что помощь не нужна, но это четко значит, не надо свою боль, переносить на другого человека, но можно начать общаться и спросить, что ты чувствуешь, что происходит, да, человеческое, нормальное, искреннее любопытство, но оно бывает иногда, да, и тогда это реально может помочь, потому что просто в разговоре очень много решается, очень много понимается, я никому бить морду, не нужно ни за кого ничего делать, человек говорит, нет, не надо, отлично, а слушай, а что у тебя случилось? и начинается разговор, и потом может, вы даже друзьями станете, кто знает, или вы сами что-то поймете, то есть, по-разному ситуации разворачиваются, но уважение чужого выбора, чужого пространства, чужого опыта, это невероятно важно, но это работает, когда вы уважаете свой опыт, свой выбор, да, то есть, если вы внутри презираете себя за какой-то выбор, ненавидите себя за какой-то выбор в детстве, в подростковом возрасте, например, мой папа ненавидит себя за то, что он не смог защитить сокурсника, а у него высшая ценность – это защищать беззащитных, слабых и беспомощных от психологического и физического насилия, когда он в школе не защитил сокурсника, он начал себя ненавидеть, и он запретил себе быть таким, слепое пятно, когда мы запрещаем себе быть такими, мы уже тихенько идем и становимся такими, но не замечаем до последнего момента, когда мы уже стали такими и делаем это, и получается, папа по отношению к жене начал проявлять психоэмоциональное насилие, а по отношению ко мне, к ребенку, физическое насилие, и он полностью нарушил все, во что верит, потому что в той школьной ситуации он так и не распознал, не спросил себя, ему никто не объяснил. Женя, что ты чувствовал в этот момент, когда ты не смог защитить своего друга, что ты чувствовал потом, а почему? То есть не разобрал сам ситуацию, никто ему этого не объяснял. Сейчас он может это сделать, нету таких ситуаций, которые невозможно решить, даже если им очень много лет, потому что эти чувства, они живут в нас, они живут в клетках тела, как только вы готовы и хотите сотрудничать, тело поднимает опыты и переживания, и вы можете распознавать, размышлять, анализировать, спрашивать себя, да, чему меня это учит, это учит меня вот этому. потом производить синтез. Вы буквально начинаете чувствовать то, чему вас это учит, телесно. И в этот момент происходит различное озарение. Вы вдруг понимаете, блин, вот это, вот это, вот это, вот это, ё-моё. И здесь вы начинаете телесно менять свои реакции. Ну мы работали. А как вообще вот самостоятельно найти твою высшую ценность? Она не одна, и там несколько. Ну понятно. Представь, что ты вечное существо, которому не нужно ни кушать, ни пить, ни спать. Ты не будешь умирать. У тебя бесконечное количество времени и пространства, у тебя бесконечные возможности, тебе не нужно зарабатывать деньги. При этом всё. Во что ты свято веришь, во что ты веришь и во что ты готов всего себя с полной самоотдачей вкладывать каждый день, 500 лет подряд с такой вот огненностью. Вот во что ты готов себя вкладывать, это и будет твоя высшая ценность. Вот. Я тут бегаю туда сюда. Ты там. Чего ещё? У кого есть какие вопросы? Осталось 10 минут. Ну, на завтра время. Завтра время? До 3. До 5. С 10 до 5. Как сегодня? С 10 до 5. Да. Да-да-да. Всё? Это все вопросы? Мне нужна ситуация. Конкретно, да? Ну, естественно, да. Например, конкретно ситуация. Ты готова эту ситуацию вынести наружу или нет? Если нет, переведи просто другой пример. Аналогию другую. Алгоритм просто покажу. У меня есть что-то в поведении. Вы же хотите, мы говорим о таком, просто потом в контакте или что-то... Хорошо. Могу? Нет, хорошо. Давай. Я готова. Я, например, мы вышли в детском-каплазале. Я работаю, и сейчас детишки. Ну, это не простые детишки. Это приговор. Ну, да, это приговор. Это не простые детишки. Детишки, которые... Ну, у них есть инвалидность. Они отвечают на обычных детей. Всем, чем отвечают, всем, чем можно. Вот. И я, например, работаю с ними вот уже в июне будут 4 года. И я все эти 4 года спрашиваю, ничего не забыла. Потому что самое интересное, почему я так спрашиваю. Я к этим детишкам пришла и в салон. То есть я работала в салоне. И потом пошла, где-то мы говорили. А что было мотивационным? А я не думала, что мы... А как ни странно, я долго тоже копалась. Как бы... Когда начала слышать в эллик, тоже так начала копаться. Подожди, подожди. И потом в итоге получается, что у меня страх. Подожди, я тебя буду перебивать в этих длинных речах. Мне нужно... Кто предложил тебе пойти на эту работу или ты сама решила? А, предложили. Когда тебе предложили, какие были у тебя мысли сначала, с самого начала? Никаких не поверишь. Я не знаю, как-то тебе... Да, не поверю. Как-то проблем не было. Каких не было? Чувства какие были. Тоже никаких. Я только что говорила, когда никаких, не бывает никаких, даже дерево и камеш-то чувствуют. Вот тебе говорят, ты работаешь в парикмахерской, слышите, говорят, идешь работать с детьми-инвалидами и ты ничего не думаешь, не чувствуешь? Ты издеваешься? Ты что-то же, не смеешься. Страх чего? Я не поверю уже в три фразы, ты говоришь, да? Нет, ну я просто... Страх потерялся, я не хотела терять стаж работы, все. Я поэтому пошла. Причем самое интересное, я хотела там максимум год отработать. Стой, 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 все, дальше не надо, дальше не надо, не хотела терять стаж работы. Что было бы, если бы ты потеряла стаж работы? Быстрее. Ну, в принципе, я сейчас понимаю, что сейчас уже... Нет, нет, на тот момент, что бы было? Что бы было? Ну, был приемлемый стаж, это бы сказалось о моем зарплате в будущем, в дальнейшем. И что это? И что? И следствие того, что это скажется на зарплате на пенсию? А будет получать меньше. И что с того? Жопа. Да. Все, кто подсказывают, те, кто подсказывают, выйдут в туалет. Просто он очень четко спорюбил, да. Намного меньше. Намного. Намного. На сколько? Ну, не знаю, тысяча на двенадцать. В моем положении это как бы прилично. В месяц или вообще? Да, в моем положении. В месяц больше. Скажи это себе. Ален, не только нормально, повернись. Я, повернись. Нет, нормально, повернись. Это классно. Слушай, слушай. Привет! Алена, ты пошла на работу только для того, чтобы сохранить только на себя смотри. Слух. Алена, ты на меня смотри, на себя. Ты пошла или я пошла? Ты пошла. Ты пошла. Ты пошла. Алена, ты пошла на работу в свой революционный центр для инфекционных зоопарков. Гениально. Чтобы сохранить две-три тысячи, чтобы у тебя не привыкнулся стаж, чтобы потом не пришлось идти и выяснять с этими чиновниками, почему он тебя не привыкнулся в стаж и так далее. А с родителями что при этой ситуации? С родителями что при этой ситуации? А родители сказали бы, пожалуйста, они лишь бы работали и не сидели дома. как проблем вообще? Муж есть? Парень? Нет. Братья, сёстры? Нет, я буду с моего центра. Хорошо, тогда ещё раз. Алена, да? Ты, подожди. Алена, ты пошла работать в этот зоопарк только для того, чтобы сохранить две-три тысячи рублей, да? Рублей, рублей. Всё, и на этом закончи предложение. Алена, ты пошла в этот зоопарк, чтобы сохранить деду и шерене. Это отлично, но первую часть фразы ты смотришь вниз, а только вторую на себя. Алена, ты пошла в этот зоопарк работать, правильно говорю? Чтобы сохранить две-три тысячи рублей. А теперь ещё раз. Нет-нет-нет, отодей. Теперь ещё раз, но не перебивая себе, правильно ли я так говорю. Хорошо. Алена, ты пошла в этот зоопарк работать, чтобы сохранить две-три тысячи рублей. Теперь более яростно, агрессивно. Это нормально, да, что ты идёшь работать с детьми-инвалидами, называешь это зоопарком, чтобы сохранить две-три тысячи рублей в месяц? Ну, я его сейчас с зоопарком не загрязываю. Да понятно. Как бы это чисто так, ну... Подожди, 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 по твоим высшим, по твоим ценностям вообще было бы, как, если бы у тебя был ребёнок, да, и женщина, которая работала бы с твоим ребёнком, называла бы его животным. просто по твоим отношениям, по твоему отношению к этому, для тебя, это чем было бы? То есть, нормально, ты бы оставила своего ребёнка там с этой женщиной? Ну, они у нас таким могут понравиться. И ты не отвечаешь на мой вопрос? Ну, в принципе, наверное, это ненормально. Почему, в принципе, наверное, это ненормально? Представим у тебя? Потому что есть ценности, потому что у нас есть какие-то определённые, нормы жизни, мораль и всё-таки всё-таки это так считается. Какой морали и ценностей нет у тебя, что ты находишься на месте как простой женщин? Любви нет. К чему нету? Не знаю. К людям нету. Но это, может быть, не работает. К людям хорошо, к людям. Каким людям? Вообще-то, ко всем людям? Ну, практически, людям нет. А может быть? Да, можно. Потому что мне животных очень жалко, а людей нет. Сейчас не вспомню. Чисто. Сейчас. Видишь людей, да? Угу. Можешь говорить? Мне вас не жалко. Мне вас не жалко. На них смотри. Мне вас не жалко. На них смотри постоянно. А от чего должно быть жалко? Ну, люди же любят себя жалко. Так. Теперь. Своё имя и мне тебя не жалко. Слушай, такую же эмоцию. Алена, мне тебя не жалко. Еще. Алена, мне тебя не жалко. Нет, ты говоришь, не жалко. Им так говорилось, им по-другому. Алена, мне тебя не жалко. Ты ничего не чувствуешь? Нет? Вообще ничего. Пустота. Нет. Вот как я вот просто, когда это сказала, последнее слово, я прислушала сильных своим внутренним ощущениям. Так, и еще более. Ну, как ты так молодец, что ты наконец-то, Господи, сказал. То есть, это просто очень сидело внутри. Еще раз. Что? Еще раз эту фразу. Мне тебя не жалко? Мне тебе не жалко. Алена? Ну, я вам, может, последнее. Алена, мне тебя не жалко. Алена, мне тебя ничуть не жалко. Алена, мне тебя ничуть не жалко. И если надо будет, я от тебя откажусь очень легко. И если надо будет, я от тебя откажусь очень легко. Теперь две вместе. Алена, мне тебя не жалко. И если надо будет, то я от тебя откажусь очень легко. Что чувствуешь? Ничего. Вообще ничего. Мыслей нет в голове. Я сейчас все отключила, у меня пустота. Как ощущается эта пустота? Мне нужно сотрудничество, твоя помощь. Я поняла. Ну вот как, когда пугачево поет, крикнула ответ тишина. Как эта тишина ощущается? Ну как, извиняющая что-то. Это извиняющая тишина внутри, извиняющая тишина. Холодная или теплая? Теплая, извиняющая тишина. То есть хорошие ощущения? Ну, я скажу, что они хорошие, но какого-то вот такого холода, когда реально пробирает, так тяжело, что... Ну есть тепло. Иголки, что-то такое, такого нет. А что есть? Ну вот как бывает, комфортная температура. И не холодно вроде как, и не жарко. И не на аркому правильному. И не холодно, и не жарко, и не жалко. Ален, а мне на тебе наплевать? Ну, что ж теперь есть? Ален, а мне на тебе наплевать. Причем здесь, а что я здесь делаю? Это ты говоришь себе в зеркало? А, просто я думала, ты мне тут говоришь. Ален, а мне на тебя наплевать. Ты улыбаешься, когда ты говоришь. Ален, а мне на тебя наплевать. Сейчас мне улыбаюсь. Еще раз. Ален, а мне на тебя наплевать. Когда были такие ситуации, когда к тебе говорили? В детстве. Кто? Бабушку. Что она говорила? Ну вот примерно так. Примерно как? Вот так говорила, вот такими прозвищами. С каким тоном? Ну, наверное, больше погреться. Можешь это выразить? Показать, как бабушка говорила. Представь себе бабушку. Я сейчас не воспроизву, как-то имеется. У меня я не смогу это воспроизвести сейчас. Да вот ключ. Что ключ? Ты какой вопрос задавала? Когда? Нормально, да? Ты когда сидела, вопрос какой задавала, почему я тебя подняла? Почему? Да, ну я сейчас тебе подсказываю, что в туалет пойдут. Почему я 4 года работаю с этим? Тут нормально, да? Я говорила. Так. Какой ключ? Не знаю. Только что сказали. Да чего только что дошли? Так, еще раз. Да чего только что дошли? Там мимо было. До зеркала. До зеркала дошли. Что последнее помнишь из того, что ты говорила, зеркало? Ага, мне он знал, давай. Кто так говорил в твоей жизни? Бавушка. Еще раз. О, видишь? Еще раз. С чего начали вопрос? Как она это говорила? С чего ты начала здесь вопрос, когда сидела? С каким вопросом, Таня? Почему я работаю 4 года здесь не инвалидно? Какой ключ? Бавушку, что ли? Классу. Какая фраза? Я на тебя наклюнусь. С этим надо работать внутрь, вглубь, что ты чувствуешь? То есть ты будешь прийти домой или сейчас, когда будешь идти туда, глубже копать? Что ты чувствовала, когда бабушка так говорила? Как бабушка это говорила? Как именно она это говорила? Вот так вот можно с собой работать. Все очень просто. Просто каверные вопросы. И видите, как слепое пятно работает? А что я говорила? А к чему пришли? Попробуй это посмотреть. С слепой пятно работает. Когда ты не можешь даже вспомнить, потом через 5 минут что-то было. Это когда ты запрещаешь себе осознавать это, вспоминать это, находить эту причину. Иначе там будет боль. Давайте сейчас 5 часов. У вас есть над чем копать до завтра, да? И завтра уже инструменты вот такие вот буду показывать. Хорошо? Спасибо всем огромное, что вы пришли.